How do you do to everybody? Это я, Анна Шенцева, и рубрика, в которой мы посвящаем вас во все тонкости работы на платформе Vimbox. Именно на ней мы работаем в онлайн-школе Skyeng. В период карантинов преподавание онлайн становится не только удобным, но и самым безопасным, что вдвойне приятно. Как и наши выпуски, так что смотрите их и делитесь с друзьями полезной информацией, а не микробами. Сегодня я расскажу о том, какие задания на платформе помогают расширить словарный запас ученика. Are you ready? Because we are starting. Skyeng особое внимание уделяет изучению новых слов, но как, собственно, иначе. В начале занятий мы повторяем вокабуляр, который прошли раньше на предыдущих занятиях с помощью разных упражнений. Я люблю до этого использовать заметки. Пишу, например, фразовые глаголы, значение, которое должно получиться, и студенту нужно дописать после глаголов правильный предлог. Не-не-не, смотри. Go out – это выйти куда-то, а нам нужно сказать, что еда испортилась. Ну, все правильно. Еда портится, выходит вон из холодильника. После разминки мы уже приступаем к новой теме и к новым словам. Здесь, например, урок о еде, ресторанах и так далее. Ну и лексика соответствующая. Нужно соединить фразы с картинками. Так сразу создаются ассоциации, и студенту легче запомнить слово. Мгновенно всплывает изображение, которое связано с ним. Например, я думаю о healthy diet, и в память у меня всплывают... Занудные друзья, которые запрещают мне есть булки по вечерам. Ну ладно, нет. На самом деле, мое воображение рисует огромную тарелку, наполненную фруктами и овощами. И это прям все светится небесным светом. Ну, так я, по крайней мере, в свое время это дело запоминала. Чтобы закреплять изученное, не отходя от кассы, мы тут же делаем упражнение на чтение или аудирование. И там используются новые выражения. Ну и, конечно же, вплетаем новые слова в речь, чтобы закрепить все это дело в активном словарном запасе. Заодно и в предношении новых фраз потренируются. А это очень важно. В общем, начали мы с одним моим студентом тему шоппинг. Ну и там были слова новые типа cash, afford, credit card и так далее. И студент был очень сообразительный, мы так быстро прям с ним все это прошли и начали уже отвечать на вопросы. И на мой вопрос по теме шоппинг, мол, будешь ли ты стоять в очереди, чтобы получить скидку, он говорит No, I hate q-u-u-us. Я такая, надо повторить нам слово очередь, а то как-то не так звучит. Есть еще один крутой формат знакомства с новыми фразами, который мне очень нравится. Студент проходит тест на какие-то свои личные предпочтения. Слова, которые он может не знать, выделены жирным, и из контекста он уже примерно понимает, что они обозначают. А потом мы уже прорабатываем каждую фразу отдельно, приводим примеры и внедряем в наш словарный запас. Ну и если урок посвящен новым словам, то, конечно же, в домашнем задании он тоже выполняет упражнения, посвященные закреплению новой лексики. Это может быть и работа с текстом, который нужно дополнить, и аудирование, и грамматические задания. Ну, в общем, отстреливаем всех зайцев сразу. Есть еще и другие варианты упражнений для того, чтобы учить новые слова. Это были лишь основные из них. В следующем выпуске вас ждет рассказ о том, как мы в Skyeng знакомим учеников с грамматикой. Так что подписывайтесь на наш YouTube-канал SkyTeach, ставьте колокольчик, и тогда вы точно не пропустите свежее видео. А пока я желаю вам приятных вечеров. Take care and bye. Bye. Сейчас такие времена, что не до улыбочек. Мне кажется, у меня 1 кандылайки в этих родственниках есть при вас. Skyeng. Oh, sure. 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 Ну, я перебрала. Ну, я думаю, ничего страшного. Субтитры сделал DimaTorzok